приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы любите сдобные булочки я люблю сегодня приготовим плетеночку помните сейчас тоже продается но сейчас уже не то продавались такие плетеночки косичкой посыпанные маком очень классно было с молочком вот сегодня мы такую штуку приготовим для приготовления этой плетенки нам понадобится естественно мука пшеничная высшего сорта мы уже просеяли тепленькая водичка температурой 37 градусов сахар соль сливочное масло хлебопекарские сухие дрожжи и этот наркотик наркотик мак но мак естественно для присыпки а не для наркомании какой-то итак друзья будет вкусно первое что нам надо сделать это сделать опару для теста опару готовим по классическому методу теплую водичку температурой 37 38 градусов сюда сахарочек хорошенько размешаем высыпаем сюда сухие хлебопекарские дрожжи количество ингредиентов граммах на одну плетеночку вы найдете в описании также в описании видео будет подробный текстовый рецепт приготовления хорошенько размешиваем дрожжи лариса настояла на том что не надо давать регидрироваться хотя по-моему это совершенно неправильно неправильно так не делаем как я только что сделал высыпаем дрожжи на поверхность воды даем им регидрироваться сейчас переделываю что лариса мне сказала не надо их мочить высыпаем дрожжи на поверхность воды с сахаром даем им постоять где-то минут пять дрожжи намокают после этого хорошенько перемешиваем и помещаем на 20 минут в темное в теплое место при температуре где-то 30 градусов если нету такого теплого места смотрите духовочку включаем буквально на минутку на полторы она нагревается там она нагреется до 30 до 35 градусов конечно лучше проверить вот у нас за минуту нагревается где-то до 28-30 градусов помещаем туда пару на 20 минут закрываем дверку и она там активируется а после примемся за тесто через 20 минут опара готова добавим сюда соль и тоже тщательно размешаем чтобы соль полностью чтобы сон растворился добавляем нашу опару просеянную муку просеиваем муку не только для того чтобы в булочку не попало никаких посторонних предметов которые могут случайно оказаться в муке но и для того чтобы тесто было более пышная более красивая чуть-чуть муки буквально одну десятую часть может даже меньше оставляем случае если нам надо будет регулировать плотность теста начинаем вымешивать вначале ложкой после того как ложкой вымешивать не представляется возможным вход вступают женские трудолюбивые руки конечно вот не знаю многие говорят что делать хлеб это мужское занятие но мне как-то делать хлеб не очень получается поэтому хлебом у нас занимается лариса я больше шашлыками друзья вымешивать надо достаточно долго если захотите спросить там что случилось нашим тестомесом просто делаем вручную потому что очень многие говорят что очень много техники мы используем с тестомесом все хорошо он работает отлично в начале вымешивания внесем в тесто сливочное масло и после этого минут 10 вот такими вот движениями долго упорно и нудно вымешиваем тесто после 10 минут вымешивания получилось вот у нас такое средней тугости тесто сворачиваем его в колобочек главное чтобы он не убежал от дедушки ушел от бабушки ушел накрываем пищевой пленкой и ставим на теплостойку ну подходить грубо говоря на при температуре если есть у нас возможность при температуре 30 градусов допустим в духовке вот как мы это делаем то достаточно будет часа если при комнатной температуре то где-то полтора часа но конечно лучше чтобы тесто подходило в теплом месте при температуре 30 градусов опять же таки можно поиграться с духовкой время от времени включать ее на минуту включили там раз 15 минут и в духовке будет поддерживаться нужная нам температура а через час друзья вернемся к приготовлению плетеночки через час наш колобок выглядит вот так вот увеличился в размерах и практически уже готов уйти от дедушки и от бабушки но мы его словили его пленочка задержала обминаем тесто перекладываем на досточку которую предварительно смазали растительным маслом ну такими вот движениями портим колобок теперь тесто надо разделить на три равные части вот таким вот отщипыванием желательно чтобы получились именно одинаковые вот не знаю лариса одинаковые получились или нет лепим из них три одинаковых колобка вот если получились не одинаковые можно произвести такую имплантацию колобковую несколько органов лариса черный про имплантолог оставляем три колобка при комнатной температуре вот так вот прямо на досточке на 15 минут через 15 минут колобки опять увеличились размерах лариса вооружилась скалка я как всегда напрягся но надеюсь что закончится просто колобками каждый колобок нам надо вначале вот так вот размять и раскатать в некое подобие четырехугольника сейчас лариса я правда плохо себе представляю как четырехугольник из колобка раскатать но лариса нам покажет теперь из каждой такой фигуры сворачиваем трубочку краешки трубочки защипываем и шовчик но там где закончилось тесто точно так же поступим с остальными колобками три трубочки выравниваем таким образом чтобы они у примерно одинаковые по длине то есть если какая-то короче ее можно немножко подтянуть и теперь вспоминаем как мы дотям заплетали косичку начинаем со серединки чтобы они у нас были более-менее краешек до защипываем и выравниваем вот маму у которых есть дочь дать и точно заплетали дотям косички а если да наверняка пап тоже очень много которые это делали противень застелили тефлоновым ковриком который свою очередь смазали растительным маслом если нету тефлонового коврика используйте пергамент для запекания перекладываем плетеночку на противень подравниваем ее чтобы она была у нас симметричная и оставляем на 20 минут еще раз подходить в это время подготовим яичко целое яйцо то есть белок и желток взобьем в какой-нибудь емкости вилочкой чтобы белок желтком полностью перемешался через 20 минут плетеночка подошла окошко пришла контролировать процесс и затем ушла кисточкой взбитым яичком обмазываем нашу плетеночку ну с помощью с помощью кисточки имел ввиду в то время когда мы обмазываем плетеночку разогрели духовку до температуры 180 градусов включили пусть она греется посыпаем плетенку наркотиками да да конечно я обожаю наркотики пирожки с маком например после того как посыпали хлебушек маком вооружаемся кисточкой и немножко этот мак как бы вот так вот приминаем с яичком чтобы он хорошо пристал а то вдруг наркотики сбегут и останутся одни котики готовую плетенку помещаем в духовку и запекаем при температуре 180 градусов ориентировочно в течение 20 минут я включаю секундомер и точно когда лариса определит что она готова мы скажем точное время запекания скорректировали время запекания выпекалась плетенка 30 минут но всегда тут моменты индивидуальности духовки всегда можно это проверить зубочисточкой зубочисточкой или любой деревянной палочкой протыкаем хлебушек если палочка сухая значит хлебушек готов дадим нашей плетеночке полностью остыть и будем дегустировать плетеночка полностью остыла и предлагаю ее зарезать и посмотреть разрез лично отлично вот так это выглядит издалека друзья сейчас покажу крупный план ну посмотрите пожалуйста не правда ли это красота какая структура хлебушка замечательная какая корочка и много наркотиков давайте попробуем сейчас вам расскажу какая она на вкус я друзья люблю такой хлебушек намазать маселцем сверху вареньем или медиком и с молочком ну может хлеб дегустируем они варенье с медом поэтому ну в первую очередь про аромат потрясающий запах сдобы просто просто сногсшибательный а теперь на вкус какая красота это вообще друзья в меру сладкая то есть но это сдобный хлеб его можно классифицировать как десертный хлеб но вот для меня плетенка это всегда стакан молока сливочное масло и что-нибудь сладенькое сверху ну вот так вот он очень нежный за счет того что тесто три раза подходила она очень нежная очень воздушная в то же время вот она не такое как допустим на куличах пасхальных в общем вы видите по структуре вообще классическая плетенка очень вкусно с молочком вообще смотрите значит что еще хотел сказать у нас средний слой вернее ну вот средняя часть плетеночки немножко разорвана почему так получилось последнюю расстойку перед выпеканием мы сделали 20 минут этого мало для этого хлеба лучше делать 30 минут чтобы не получилось вот такого эффекта вот из-за того что сделали эту расстойку короткую хлебушек здесь немножко тесто порвало и нету четкого рисунка на вкусе это никак не отражается но на внешнем виде все-таки немножко отразилось молочка хорошая свежая друзья с удовольствием вам представляем классный рецепт плетенки попробуйте вы не пожалеете этот хлеб оценят все ваши домашние и я думаю что за ужином за чашечкой молочка или чашечкой зеленого чая этот хлеб приклад прекрасно пойдет как хороший или же какой-нибудь сладкой каши тоже вот он очень классный там допустим овсяночку с медиком с какими-нибудь кусочками бананчика и такой хлебушек это будет супер естественно с молоком или не с молоком с водкой точно не пойдет если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению задавайте комментариях на все вопросы мы с ларисой ответим очень надеюсь что вам это видео было полезным и понравилось друзья подписывайтесь на наш канал а мы будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока